Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи Андрей Коваленко. Торгуем объем с Валфикс. Андрей, трейдер из Москвы, и он уже с нами. Приветствуем вас, Андрей! Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, друзья! Очень приятно видеть и слышать, так сказать, через чат. Начинаем, как по традиции, с нашей заставочки, приглашением на обучение с понедельника. Вот, напоминаю еще раз, что есть несколько видов обучения. Трехдневный, недельный, трехнедельный и шестинедельный, который включает в себя, так сказать, весь предыдущий аспект, плюс еще и торговлю онлайн, то есть три недели мы с вами торгуем. Так, ну и перейдем дальше к... Так, давайте зайдем на сайт еще, посмотрим. Так, сейчас дам ссылочку. Так, копировать. Вставляем ссылочку. Так, значит, куда здесь можно зайти? В контакты. Здесь вы видите e-mail, либо связь через Skype. Вот, внизу есть контакты через Facebook и ВКонтакте. Также, значит, ребята еще спрашивали по поводу инвестирования. Отдельная страничка инвесторов. Здесь и сложено, так сказать, все по пунктам. Вот, и сегодня я даже покажу несколько счетов инвесторских, которые ребята уже сделали буквально совсем недавно. То есть, в прошлом месяце, пару недель мы уже с ними работаем. Так, секундочку. Так, ну, сначала по традиции наш счет. Значит, мы с вами... Сейчас, секунду покажу. С четверга, да, в четверг мы с вами закончили показ, так сказать, нашей торговли. И, значит, с 29-го числа 755 долларов, но фактически мы торговали только вчера, по-моему. Да, вчера мы торговали, фактически, со вчера мы эти деньги и заработали. За прошлый месяц, давайте посмотрим. Июнь месяц, достаточно хорошая была у нас торговля. С первого по тридцатые. Мы заработали 2772 доллара, рассвально. То есть, достаточно неплохо, на наш взгляд, в циклом случае. Так, ну и покажу инвесторские счета с разрешением, так сказать. Так, это эквитив. Так, с закрытой позицией. Так. Это за вчера мы тоже заработали 11 тысяч рублей. И начали мы работать, по-моему, с 14-го числа. Так, да, с 14-го числа прошлого месяца. И уже заработали 32 тысячи. Ну, так ведь, как бы, говорит, само за себя. И еще один счет покажу. Ну, поменьше счет. Так. Закрытые. Так, это не то я вам показал. Так. Закрытые позиции. С первого числа 4, ну, 5 тысяч закрыто. И с 14-го числа мы начали работать 6,5 тысяч. Тут счет поменьше. Все счета реальные. Так, ну, если что, пишите в чате. Я на все вопросы отвечу, как связаться, как проходят занятия. Ну, вот, а мы переходим к нашему обзору. Как всегда, начнем с индекса доллара. И рассмотрим ту ситуацию, которая сейчас возникла. Так. Значит, что мы с вами видели? Мы видим, что после пробития 97,55 на объемах этот уровень устоял. Далее был набран объем на продажу. И пробит уровень поддержки в районе 96,25. Видим некоторые фиксы и ритейль зеркального уровня. То есть здесь мы рекомендуем ставить в продажу. Стоп ставит повыше. 97,55 и работать в продолжении нисходящего тренда. Давайте посмотрим на часы. Очень четко отработали уровень. Зашли в зону продаж. И, как мы видим, движение вниз продолжается. А стало быть, по евро. Дневной таймфрейм. То, что мы с вами говорили. Что все, что выше контрольного уровня 1,13 с нолями. Мы с вами работаем в покупке. Видим, что при подходе к этому уровню у нас появились объемы. И сейчас идет попытка преодолеть. Давайте посмотрим на часы. Который мы с вами отмечали. 1,1345. Видим, что покупатель набирал свою позицию. Сейчас мы пытаемся преодолеть сопротивление в районе текущих 1,1405. В случае преодоления она будет становиться на перекрытие за стену максимума 1,1496 и так далее. Смотрим на 10 минутки. Вот как раз очень хороший сейчас момент. Нужно дождаться пробития на объемах и потом выстраивать уже свою позицию в ланге. Если в ланге не произойдет закрепление, в этом случае нужно, чтобы вот этот объем дал нам выход как минимум ниже 1,1385. Если такое произойдет, маневр, то тогда при тесте можно будет спокойно продавать. Во всяком случае, где-то в районе 1,1360. Смотрим далее. Фунт. Ситуация немножечко другая. Четко держит уровень. 1,3060. Первый раз удержали. Отскок и сейчас тоже. Стоит мощный продавец, который выше пускать не хочет. Смотрим на час. Вроде какие-то тенденции есть к росту. Но тем не менее. Но тем не менее. Чего бы мы не подождали. То есть видим, вот здесь тут очень хорошие объемы на проталкивание контрольного уровня. 1,2850 плюс-минус. То есть если у нас вот будет отработка такая вот в зеркалке этой, да, то здесь можно попробовать покупать как минимум 1,3060 с тенденцией пробития, да, с возможностью пробития. Если сейчас в моменте последует закрепление этого уровня, то после закрепления опять же работа покупки. Шарты. Шарты. Я бы пока не продавал, так сказать, учитывая общие тенденции. Но если произойдет выход ниже 1,2635, тогда можно попробовать. от этого уровня какие-то продажи. Но тем не менее, смотрите, у нас здесь есть ниже уровень 1,2505. Видим, что рынок видит этот уровень. И можем так просто вниз не выйти. То есть рассматриваем как бы предпосылки все-таки к продолжению роста. Ну вот. И смотрим, где нам лучше заходить и какие риски учитывать. Идем дальше. дневной таймфрейм золота. Держа АЭС. Смотрим, что подошли к контрольному уровню 1215. уровень достаточно серьезный. Видим, что этот уровень держи. Посмотрим, есть ли вход у нас в покупки. пока что покупок нет. Пока что покупок нет. Смотрим, что продавец держит район 1230 плюс-минус. И так сказать, тут у нас на меньшем таймфрейме инструмент флетит. То есть необходимо дождаться выхода выше. Либо, если будет пробитие с объемом. Посмотреть, будет ли распределение вверх. Заход вот в эту зону, когда можно пробовать стартовать в покупке и как минимум отрабатывать 1240 и так далее. То есть вот такой момент рассматриваем. Если же продали ниже этого уровня, выход и будет точка входа шорты, мы будем продавать тогда 1215. Далее. Бренд, дневной таймфрейм. Этот график мы с вами чертили на прошлой неделе. Четко был указан уровень, то есть зона продаж, нисходящий канал. Уровень 48, 49,60. 49,60 на бирже АС. То есть немножко не путайте. Могут быть некоторые расхождения по цене. То есть очень неплохой уровень для того, чтобы попробовать сформировать позицию продаж. Но, однако, смотрим, что уровень сопротивления тоже у нас в работе. То есть 46,65 у нас отыграло, да? То есть поддержка работает. И пока что вот в этом вот диапазоне мы с вами ходим, да? Нужно будет посмотреть на картину, как будет развиваться. Уход ниже 46,65 будет говорить нам о том, что исходящее движение, скорее всего, продолжится. Ну вот. Перспектива движения 43,50, 41,50. Пока что так. Давайте посмотрим более подробнее на часе. Красиво очень ушли от поддержки. Вышли к 46,95. Хвостиком, так сказать, задели. И сейчас пытаются уйти выше. Уйти выше. Естественно, посредине диапазона не имеет смысла стать. Как бы вход в рынок пока что, если бы не вошли ранее, конечно. Вот. То есть следует дождаться прояснения ситуации. Посмотреть, как будет отрабатывать вот этот вот объем. То есть объем есть. Вроде как пошли в продажи, но сила невелика, да? То есть пока что тенденция не сломлена. Пока что тенденция не сломлена. То есть возможен заскоп еще вверх, отработка зеркалки. А там уже будем смотреть, пойдем мы вниз или нет. Такой вариант вполне возможен. Вполне возможен. Ланги. То есть здесь у нас есть зона как бы закрепления выше. Тут, конечно, больше было бы вот такой вот выход для лангов. Да? Куда-то сюда. Потом уже отработка поддержки в район 48-64. 48-70. То есть вот этой зоны. И тут попробовать уже тогда заходить в ланги и отрабатывать как минимум куда-то вот в район 49-60 плюс-минус. Так, двигаемся дальше. Здесь мы с вами определили контрольные уровни. Вот. И наметали, так сказать, возможный потенциал движения. Скорее всего, что движение вверх продолжится. Во всяком случае, попытки будут. Вот. Не исключаю, не исключаю вот такого вот движения. То есть отработка зигзагом. Контрольном уровне 59-280. Даже не исключаю захода вот сюда пониже. 58-50. Ну вот. И отработку в район 62-100. Или второй вариант. Сейчас на объемах мы проходим достигнутые максимумы. Закрепляемся выше 62-100. В этом случае идет отработка всего этого диапазона вверх. Ситуация, мне кажется, достаточно понятная. Так. Давайте на час. Тем не менее, смотрим, что подошли в зону продаж. В зону продаж мы подошли. Некоторая остановка. Видим, что вышли объемы. На часе они как бы видны невооруженным взглядом. Объемы достаточно серьезные. Мы смотрим, что после выхода этих таких аналогичных объемов шла смена тенденции. То есть не исключается в поход. Поддержки. Вот сюда вот где-то. 64-180. 60-500. Вот. И после этого попытка уйти выше. Как вариант вполне возможно. Ланги пока что не рассматриваю. То есть ланги только после ухода ниже куда-то. 58-50. Так. Давайте смотреть на 10 минутки. Мне нравится мне этот объем. То есть посмотрим. Если несмотря на объем произойдет закрепление и уход выше, тогда, естественно, сценарий отбоя от поддержки. 60-960. Ну, как бы, будет иметь место. Надо преодолеть максимум и закрепиться выше контрольного уровня. Вот. То есть пока что я бы не входил в позицию. Дождался какого-то разрешения. Очень комфортно. Вот в таком вот случае заходить. Понятного уровня. Это 64-60-500. Вот. Такой вариант мне больше всего нравится. Здесь в маме тебе заходить не стоит. То есть если продолжится движение вверх, ждем выхода выше 61-600. И тогда уже пытаемся стартовать. Да. Понятно как и зачем. И почему. Так. Идем дальше. Так. РТС дальше. Дневной таймфрейм. Нисходящий канал на лицо. В принципе, как бы, цель достигнута. Промежуточная или не промежуточная, по-прежнему, не знаю. Лангов, как таковых, нет. Для лангов нужно закрепиться выше 101-800. Ну и исходя из структуры движения цены, то есть достаточно сильное движение, и далее пилка. То есть так или иначе, какой-то выход сюда вот в поддержке 93-600, скорее всего, возможен. Дальше уже будем смотреть. Уходим ниже или будем скитаться, как вот есть, в этом диапазоне. То есть и тот, и тот вариант возможен. Смотрим новостной фон. Так сказать, то, что будет рисовать график. Давайте на часе смотреть. Шартов пока что нет. Видим восходящую тенденцию. Набор объема. Но необходимо, чтобы этот объем дал выход сюда. Пока что этого нет. То есть, опять же, решается, как бы, куда пойдем. В случае пробития вниз, естественно, что тогда уже этот объем мы воспринимаем как способствуем вообще заходу. Шарты, вот, и рассматривать будем тогда уже вот такую вот нисходящую тенденцию. Вот, и движение вниз с понятным входом в продажу. Идем далее. Газпром. Дневной таймфрейм. Пока что ищем продажи. Все, что ниже 12,250, идет вниз. Теперь и зеркалка, и вот это вот накопление. Плангов пока что нет. Так, начальше. Вроде как покупатель на часе построил свою позицию и закрепился. Смотрим, если будет вот такой выход, можно будет сыграть длинную. Во всяком случае, 12,260. Как вариант. Там дальше будем смотреть. Вот. Продажа. Тут продавец должен себя проявить. То есть, желательно, вот, как бы, вот такой вот выход вниз с ретестом. Тогда можно отреживать. Пока что этого нет. То есть, да, какие-то объемчики есть, но даже никаких попыток нет в продаже. Так. Сейчас, давайте 10 минут. Погазать. Очень похоже на закрепление. Очень похоже. То есть, объемы есть, движения вниз нет. Стало быть, что? Предполагаем, выход вверх. Так. Так, лукойл, дневной таймфрейм. Подходим к уровню продажи, к зоне продажи 29400. Видим объем, то есть, скорее всего, в ходе продавец. Давайте смотреть на часик. Видим объемы при подходе к уровню. Будем смотреть. Желательно такой выход с объемчиком. И, если чего, уходим вниз. Можно пробовать продажи. Пока-то продажи нет. Объемы есть, продажи нет. То есть, заходит крупный игрок. Куда он будет проталкивать вверх или как бы отыграет вниз. Будем смотреть. Пока что не торопимся. Так, смотрим, может, 10 минутка что-то подскажет. Продавца нет. Вот здесь, как бы, пытались. Поддержка устояла. Тут, опять же, поддержка. То есть, объемчики есть, выхода вниз нет. Значит, что? Работаем только в покупке. Так, смотрим дальше. Сбербанк, дневной таймфрейм. Тоже подходим к интересному уровню. 15600. Смотрим, дадут продажи или нет. Сбербанк. Сейчас. Продаж нет. Продаж нет. Хорошо, очень удержали уровень. Набрали объемы, вышли повыше. Никаких продаж. Смотрим. Если выйдут на объеме вверх, можно будет попробовать каким-то убранным образом заходить с текущих. Только после выхода выше. цели, ну, где-то вот район 15760-15800. Продажа только после того, как выйдем вот так вот. Если такой выход будет, потом уже будем искать продавца и идти вместе с ним к поддержке. Ну, это как бы интродэк. Так, давайте посмотрим на 10-ти минутки. Обрабатываем уровень. Объемы есть. Вроде как, и вверх заскочили, но силы пока что нет продавца. Пока что нет силы продавца. То есть, стоит только пытаться, как бы, если повезет, нужно подождать более мелкого стопа, попытаться вот такое движение взять. И далее смотреть, будет выход неизвеление. Скорее всего, что на этих объемах продавят выше. То есть, тогда ждем выхода вверх, отработку уровня. И уровень должен очень хорошо держать. И помарить в покупках. И дальше отработка. Так. Идем дальше. Мини-микс. Немной таймфрейм. Ситуация как бы повторяется. Выходят инструменты к таким значимым уровням. И будем смотреть, будет ли попытка выйти вниз. Продолжение, так сказать, нисходящей тенденции. Или же мы будем пытаться закрепиться выше в данном случае. 1920-18. То есть, если выход с закреплением, тогда можно спокойно отыгрывать. Продолжение движения. 20-60 и так далее. Так. Смотрим далее. На часе. Да, вот подошли к уровню. И на объемах. На объемах выходим вверх. Пока что никаких продаж нет. Так. И 10 минутку смотрим. Да, продаж нету. Мини-микс у нас идет вверх. Идет вверх. Выход за крепление выше. То есть, скорее всего, что пойдем куда-то 1940-1940. Так. На заключение ВТБ. Переходим к вопросу. ВТБ отбился, да. Отбился. И опять заход. Вот сюда. Вот в эту воду. Водя из зоны. Смотрим. Если ниже 6400 не уйдет. Учитывая, что заход был вверх. Можно будет попробовать ланге. То есть, такая схема очень интересна. Давайте посмотрим на часе. На часе. Не столь понятная какая история. Не столь понятная история. Тут надо все-таки смотреть, чтобы вот этот вот весь объем завершился вот таким вот выходом. Вот. То есть, если будет заход вверх и отработка поддержки, ну, как говорится, грешно не зайти и не поработать в ланге. Так, 10 минут. Расширили диапазон. Расширили и по-прежнему, когда работаем такой флейт. Не интересен инструмент. просто не интересен. Так, давайте посмотрим, что у нас. А по объемам нельзя понять, куда хочет крупный игрок этот вопрос. Понять можно, поэтому приглашаю к нам на занятия, на обучение. Все детально покажу. как смотреть, как разбирать ситуацию. Давайте покажу вам, если получится сейчас. Секундочку. другой шаблончик. К примеру, сишка. Реверс чата. Реверсный график. Реверсный график. нельзя нужно вот это вот крупного игрока преодолеть вот а потом уже строить какие-то позиции в ланге это однозначно поддержка тоже прорисовывается очень хорошо вот второй график тоже видно как сегодня входила цена обозначили поддержку вот выход вверх и смотрим как мы спускаемся то есть скорее всего от работа в диапазоне только прорыв там допустим ниже он даст точку входа продаж так что все понятно все можно посмотреть естественно что нужно всегда ориентироваться на более старшие графики пример там десятиминутный часовой график тут становится понятно что да вполне возможно ходит продавец и отыграет вот такую комбинацию почему мы с вами говорим это так извиняюсь я задержал нет нет все нормально наоборот хороший вопрос и все по существу поэтому мы бы до этого тут и собрались поговорить по существу по интересным вопросам поняли вас спасибо вам большое за ваш обзор вопросы вам хорошего дня и спасибо друзья за внимание спасибо и за предоставленные возможности пообщаться ну вот всех благ работе в просит всего добрых спасибо до свидания